многие из вас сталкиваются с проблемой потери качества при загрузке своих фотографий в инстаграм одни говорят что инстаграм меняет цвет и тональность снимков другие говорят что снижается резкость и и загруженное фото становится мылом а некоторые говорят что при публикации своих снимков происходит потери и в цвете и в резкости изображения почему это происходит и как получить картинку в своем профиле instagram которая не будет по качеству отличаться от той что ты видишь на экране своего монитора или мобильного устройства об этом мы сегодня с вами поговорим и это видео поможет вам размещать ваши фотографии без какой-либо потери качества а если ты впервые на моем канале досмотри этот ролик до конца тебя будет ждать очень приятный сюрприз и так меня зовут сергей мы здесь говорим о фотографии и бывает даже о видео в общем поехали и так почему же такое происходит и ваше изображение теряют в качестве при размещении в инстаграм не углубляясь в технические детали не буду мучить вас техническими терминами и справками из вики скажу своими словами цвет и тональность вы теряете по причине того что скорее всего неправильно выставляете в настройках цветовой профиль и все полутона которые вы видите вы просто не можете их перенести в интернет и показать другим они так и остаются на экране вашего девайса а другие их видят не такими чудесными а как выбрать нужный цветовой профиль я покажу тебе немного позже давай поговорим немного о потере резкости но во-первых какого большого размера в пикселях фотографию ты бы не загрузил алгоритм instagram все равно сожмут ее до нужных инсте размеров и это разработчики сделали не из-за вредности а всего лишь для того чтобы ресурс размещающий миллионы изображений в день мог корректно их отображать на любом устройстве без тормозов и лагов и чтобы листая инсту все фотографии загружались одновременно и тут все бы ничего если бы ни одно большое но эти алгоритмы сжимая фотографию ухудшают и резкость и для того чтобы твои изображение выглядело резким и эффектным нужно во первых самому кропить свою картинку чтобы ее не коснулись алгоритмы инсты это раз а во вторых нужно добавлять правильно резкость при обработке давайте все по порядку начнем с кропа и так какие размеры твоей фотографии должны быть чтобы их не замылили алгоритмы инстаграма перед тобой шпаргалка которую кстати ты сможешь скачать по ссылке под видео формате jpeg и пользоваться пока не запомнишь эти циферки и так изображение с масштабом один к одному размер твоей фотографии должен быть 1080 на 1080 пикселей при загрузке альбомного формата изображения необходимо сохранять фотографии 1080 пикселей по широкой стороне и 608 по узкой если ты любишь также как и я формат 4 на 5 по мне так это самый удачный кроп в инстаграме который позволяет разместить снимок почти на весь экран телефона размер твоей фотографии должен быть 1080 пикселей по узкой стороне и 1350 по длинной что касается видео в постах то требования по кропу идентичные не будем на них задерживаться а шпаргалка будет если что у вас под рукой перейдем к stories здесь немного другие требования и они что для фото что для видео имеют одинаковые размеры это 1080 по короткой стороне и 1920 по длинной и учтите на всякий случай что фотография загружаемая в stories будет проигрываться всего пять секунд когда для видео это время увеличено до 15 секунд и маленький лайфхак от оксаны мои подписчицы если хотите чтобы ваша фоточка игралась в истории не 5 а целых 15 секунд прогоните ее через иншот что за зверь иншот и как с ним управляться у меня есть парочку уроков ссылка будет в подсказке сверху и в описании к этому видео ну и обложки и gtv повезло меньше всего ее разрешение должно быть 420 на 654 а теперь давайте ближе к практике я покажу вам как в lightroom и на пк фотошопе и в мобильном lightroom правильно настраивать резкость и сохранять ваши фотографии чтобы избежать потери качества в цветах и резкости и так lightroom classic на пк и так друзья для того чтобы красиво и корректно сохранить резкость фотографии в lightroom за это отвечает в принципе два основных параметра это в базовых настройках текстура и в панели детализация ползунок резкость по умолчанию он как правило стоит на 40 давайте посмотрим что будет если мы будем увеличивать это значение но для того чтобы нам было понятно что происходит с нашим изображением я сделаю его немного покрупнее и так давайте мы возьмем и значение резкости увеличим полностью обратите внимание у нас появились лишние шумы и слишком такие пиксельные прерывистые края до какого значения вы можете увеличить резкость это конечно же зависит от размера и качества вашего изображения но я для своих фотографий а фотографирую я как вы помните на беззеркальную камеру canon и ос рпи в последнее время да и до этого на canon 6d я выбрал скажем так универсальное значение резкости которая равняется 75 она может быть немного больше немного меньше но я где-то как правило останавливаюсь на этом значении и дальше уже резкость не повышаю и вы также у себя когда будете увеличивать резкость обязательно масштабируйте и увеличивайте изображение чтобы видеть как она сильно искажается или не искажается ну и все если мы вернем в исходное положение то мы посмотрим что в принципе у нас ничего не произошло но картинка стала более интересная более такая звонкая дальше есть еще один ползунок текстуры что будет если мы с вами ползунок текстуры полностью повысим на 100 у нас также появляются в зонах резкости перехода между темным и светлым изображением некрасивой границы и это даже видно не увеличивая фотографию обратите внимание вот эти вот ореолы они совсем не красят наш снимок но даже значение плюс 48 мне уже подсказывает что у меня появляются очень резкие границы перехода в контрастности я этого конечно допустить не хочу так вот таким же экспериментальным способом я пришел к тому что это значение должно быть не больше 20 и так друзья после того как мы с вами в lightroom classic настроили резкость изображения и слегка повысили текстуру нам необходимо правильно сохранить это изображение нажимаем сочетание клавиш control shift е далее формат выбираем конечно же джипег у нас с вами открываются дополнительные возможности и вот здесь цветовое пространство вы должны выбирать srgb именно цветовое пространство srgb очень хорошо передает все полутона на изображении и что самое главное что интернет световое пространство srgb воспринимает адекватно не внося туда никаких изменений многие говорят что качество можно ставить на 60 но я предпочитаю когда вот в этом месте у меня стоит соточка далее друзья вот сюда нужно кликнуть обязательно резкость для экрана и выбрать значение сильное после этого переходим к размеру изображения и если наша фотография кропнуто 4 на 5 то мы соответственно выставляем по короткой стороне 1080 1080 пикселей разрешение же 1350 по длинной стороне lightroom выставит сам автоматически теперь нам осталось только выбрать место для экспорта нашего изображения и нажать кнопочку экспорт теперь друзья переходим в adobe photoshop итак друзья перед нами изображение на котором я хочу повысить резкость с моей точки зрения наиболее удачный и корректный инструмент это умная резкость а если вас интересуют более широкие знания по повышению резкости photoshop то для вас будет подсказочка сверху и в описании к видео на дополнительный видео урок где вы можете ознакомиться семью методами повышения резкости в adobe photoshop итак друзья а теперь умная резкость и так переходим фильтр усиление резкости умная резкость перед нами всплывают вот такие вот значения тенях и светах мы с вами ничего трогать не будем вот здесь в значении эффект мы поставим значение 135 а радиус выставим 0 8 кликаем ok итак друзья теперь давайте сохраним наше изображение идем файл экспортировать выбираем сохранить для web старая версия или нажимаем сочетание клавиш alt shift control с у нас плывает вот такое вот окно где мы соответственно должны выбрать формат jpeg качество 100 кликнуть галочку встроенный фильтр и вот здесь обратите внимание преобразовать в srgb просмотр цвет монитора это именно тот самый формат srgb именно тот который мы выставили с вами в лайтрум для того чтобы сохранить все полутона и оттенки на нашем изображении дальше нам необходимо поменять размер изображения ширина у нас это узкая сторона изображения выставляем здесь 1080 как вы видите автоматически появилась высота 1350 качество я выставляю бикубическая нажимаю сохранить выбираю путь и сохраняю свое изображение и так друзья мы в мобильном lightroom фотография обработана давайте посмотрим где здесь повышается резкость переходим в детали повышаем резкость я буду использовать свой опыт как я говорил уже поставлю значение где-то примерно 75 далее слева значок эффекты переходим сюда здесь у нас есть ползунок текстура давайте добавим текстурки 20 отлично теперь нам осталось только правильно сохранить изображение и так теперь ведем палец вверх нажимаем на рогатку вниз экспорт как выбираем формат jpeg идем размеры нажимаем на галочку выбираем настройка длинная сторона ставим у меня это фотография для stories поэтому я поставлю 1920 узкая сторона сама автоматически подстроиться под значение 1080 теперь кликаем другие параметры выходная резкость выставляем экран величина высокий цветовое пространство обязательно ставим srgb все параметры мы настроили нажимаем галочку и сохраняем фотографию и так друзья но это еще не все и теперь последний этап открываем наш инстаграм выбираем фотографию которую мы хотим добавить нажимаем далее и внизу редактировать теперь обращаем внимание у нас здесь есть в настройках детали повышаем детализацию где-то примерно на уровень 15 больше 15 не советую вам там уже будет идти перешаг нажимаем готова и теперь проматываем вправо выбираем резкость и также добавляем где-то примерно значение 15 готова нажимаем далее и размещаем нашу фотографию в инстаграм но это если одно изображение что делать если у вас серия и так друзья вы выбираете карусель кликаете далее теперь внизу к сожалению вы не видите панельку с надписью редактировать все правильно она переместилась вот сюда на каждую фотографию отдельно и так теперь для того чтобы нам повысить резкость и детализацию в каждом изображении нужно кликнуть вот сюда на левый значок в углу и теперь появляется редактировать и теперь также добавляем детали резкость нажимаем готова переходим к следующему снимку редактировать детали резкость и так далее после того когда вы внесете изменения в каждое изображение вы можете смело размещать свои фотографии в инстаграм если ты впервые на моем канале переходи на мой инстаграм по ссылке в описании к видео после подписки тебя ждет подарок набор моих авторских пресетов в количестве 20 штук на сегодня это все друзья если видео было полезным не забудьте поставить лайк и подпишись если хочешь получать уведомления о новых и полезных уроках по фотографии творческих высот вам друзья всем пока и до новых встреч